Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова увидеть вас на своем YouTube-канале. И сегодня обещанное видео, я расскажу, как я ухаживаю за своими волосами. Я собрала свои самые любимые средства, это шампуни и маски, и различные сыворотки, которые я использую, и готова поделиться. Исходная точка — это то, что у меня окрашенные волосы, а, конечно, окрашенные волосы нуждаются в таком конкретном уходе. Поэтому я думаю, что будет вам интересно, вы узнаете много полезных средств, которые сможете протестировать на себе. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то сейчас самое время это сделать. И поехали! Как я уже сказала, ухаживать за обесцвеченными очень сложно, потому что как бы щадящие вы не осветлялись, тем не менее всегда какой-то грешочек вы на себе заметите. Потому что волосы после обесцвечивания, они становятся хрупкими, они становятся более пушистыми, и они, конечно же, обезвожены, потому что пигмент из них ушел. Поэтому, пожалуйста, если вы обесцвечиваете волосы, то не забывайте наполнять его пигментом. Это могут быть, например, тонирование в вашем салоне, либо непосредственно, конечно же, хороший уход, потому что обесцвеченные волосы, они, правда, очень сильно страдают. И когда я только обесцветилась, можно посмотреть на моем канале. Я давно уже, честно говоря, всем этим грешу. Но вот так конкретно я обесцветила волосы в мае, и можно увидеть, если предыдущие ролики мои откроются, что у меня волосы примерно были вот такой длины, достаточно длинные. Но я понимала, что они у меня ломаются, что они становятся непослушными, и на концах они действительно уже такие, как мочалочка. И мне это очень сильно не нравилось, поэтому я решила еще больше углубить свой уход за волосами, потому что я действительно использую много средств. Я использую маски практически на ежедневной основе. Нет, ежедневной не совсем правильно, но практически при каждом мытье головы я использую маску. Я потом отдельно скажу, что да, это утяжеляет волосы, не всегда как бы благополучно сказывается, но когда вы направлены на то, чтобы восстановить ваш волос, то это очень важно. И сейчас я считаю, что я дошла такого хорошего результата, потому что они, конечно, сейчас не уложены. Я никак их непосредственно не укладывала ни на Dyson, у меня есть много видео про то, как я этим занимаюсь. Я считаю, что они в достаточно хорошем состоянии сейчас, и, собственно, самое время, чтобы поделиться своим мнением. Давайте поговорим о шампунях. У меня большое количество шампуней, расскажите, интересно вам или нет, потому что я всегда пробую что-то новое и каких-то выбираю любимчиков под состояние волос. И сейчас я остановилась на линейке L'Oreal Professional, она просто очень крутая, она направлена на очень сильно поврежденные, обезвоженные волосы. Это линейка Absolute Repair, то есть это супер восстановление, супер поврежденных волос. И я обычно люблю использовать это как комбо, то есть и шампунь, и кондиционер одного производителя. Это, конечно, с одной стороны маркетинговый ход, но с другой стороны, мне кажется, действительно в связке это все лучше работает. Можно еще вообще углубленно, так подумать, над маской, различными сыворотками, но не забывайте, что иногда это просто развод. Но в данном случае мне понравилась очень сильно комбо, и я помню, когда я первый раз попробовала эти средства, я была просто невероятно удивлена, потому что я обожаю средства от TG, это вообще моя любовь. У меня очень много средств у меня и уходовых, и укладочных, они просто супер классные. Но потом я подумала, что я уже давно так сижу на шампуне, и в целом вообще советуют менять средства, чтобы не привыкала к коже головы, чтобы она реагировала лучше, чтобы волосы лучше, да, там росли и все прочее, то есть средства лучше менять. И я подумала, что хочется тут новое попробовать, я попробовала все эти известные CP1, Lador и все прочее, и как-то в отдельном видео вам все это расскажу. Вот, и после этого L'Oreal Professional я помыла волосы, и я не поверила, что это мои волосы такие мягкие, такие пушистые. Это, конечно, отдельная проблема, что они у меня пушатся, но они от природы такие, но они прям были наполнены. То есть, понимаете, как будто это вот Даша 10-15 лет, когда я еще не красила волосы, они вот такие натуральные, естественные, пушистые. Я заметила колоссальную разницу. Сейчас, конечно, когда я уже использую эти средства на постоянной основе, я не могу сказать, что я каждый день прям в невероятном восторге, что такого позже, мои волосы просто нереальны. Но вот когда был именно переход на это средство, и когда я в сравнении, да, заметила, как оно работает, я просто вообще была невероятно поражена, потому что шикарно все это работает, шикарно. Это средство не может похвастаться тем, что оно бессульфатное, без всех этих дополнительных веществ, которые облакивают наш волос, поэтому девчушкам с кератином не совсем эта история подойдет. Но я, честно, наоборот, люблю все эти добавочные средства, которые уплотняют волос, которые его наполняют. Они действительно, все компоненты, которые есть в этих средствах, они направлены на то, чтобы сделать такую защитную, скажем так, маску для волос, которая будет и защищать их, и увлажнять, и делать их более покладистыми, и блестящими, красивыми. Особенно, если вы после этих средств будете укладывать волосы, потому что, ну, сейчас понятно, у меня все такое пушистое, радужное, но вы знаете, что если волосы уложить, даже вытянуть хотя бы на любой брашинг, то они уже станут такие просто лоснящиеся, невероятно красивые. И после этих средств прям так оно и есть. Здесь молочная кислота, все кислоты, которые направлены на обогащение. И правда, вот этот дуэт, он просто очень классный. Особое, конечно, эстетическое удовольствие это то, как он выглядит, он желтый, за блесточками. Вообще, мне очень нравится, очень красиво пахнет, как салонный уход. Мне кажется, многим просто как раз, многие работают на L'Oréal Professional, поэтому запах мне напоминает, как будто я в салоне делаю какую-то услугу. Здесь, кстати, есть протеин в составе, что тоже, да, влияет на то, насколько наши волосы будут более сильными и более крепкими после того, как мы используем эти средства. Они достаточно классно расходуются, то есть комфортно. Я долго уже пользуюсь. Я пользуюсь этим бутылечком с августа или даже с июля. А сейчас уже у нас что, друзья, октябрь, ноябрь. Но действительно долго я им пользуюсь. Вот этот бутылек уже подходит к концу. А непосредственно бальзам, кондиционер, он у меня практически полный. Хотя я тоже не щадю. То есть я использую комфортно, сколько мне нужно. Поэтому эти два средства я прям дико рекомендую. Единственное, что у меня параллельно немножко я подсушила кожу головы, и у меня началась перхоть. И я не могу сказать, что вот эти средства помогли мне убрать перхоть. Но я дополнительно увлажняла кожу головы, делала пилинги, и я избавилась. То есть не могу сказать, что как-то положительно в этом ключе влияет, но тем не менее они прям здоровские. Далее давайте поговорим про маски, потому что, как я уже сказала, я использую шампунь. Потом я практически всегда использую маску. Я знаю, что есть несколько мнений, абсолютно разных, кардинально. Многие говорят, что маску нужно использовать раз в неделю, раз в полторы недели, в зависимости, как вы часто моете голову. Некоторые говорят, что волосы у вас обезвожены. Если они достаточно в таком плачевном состоянии, то маску можно использовать после каждого применения. Изначально я тоже побаивалась масок. Я думаю, что они будут утягощать мои волосы, это будет сложно с точки зрения укладок. Я думала, что они будут слишком перенаполнены или что-то еще. Но однажды меня плохо обесцветили, и мои волосы стали резиночкой. Я думаю, те, кто обесцвечивается, они знают, что это такое, когда ваш волос тянется просто во все стороны. И у меня была паника. Я тогда проконсультировалась со многими стилистами по волосам. Они мне сказали, Даш, нужно маску вот прям полноценно. Я каждый раз использовала маску, и я могу сказать, на моем опыте, ненаучном, я не претендую на какие-то звания эксперта по волосам, но конкретно на моих пушистых, обезвоженных и сухих волосах всех этих осветлений и манипуляций с цветом, потому что я была темной, переходила в белый, потом темный, потом эйртач делала. Ну, в общем, я люблю поиздеваться над волосами. И тогда я заметила, что когда я каждый раз использовала маску, мои волосы сказали мне спасибо. Они стали менее тянуться. Тогда, кстати, маска была Тиджи, которая меня спасла. Она была просто очень классная. И они стали более пластичными, они приобрели жизнь. Конечно, когда у вас обесцвечен волос, его уже нельзя вернуть. То есть я и ампулы различные пробовала, у меня ампулы были от Диксон. Да, я видела, что была разница, они как-то более классно укладывались и выглядели поживее. Но все равно структура волос, на мой взгляд, она не возвращается. Мне кажется, это все маркейсинговая ерунда. Но когда я использовала маски, я заметила, что действительно волосы стали лучше. И поэтому сейчас я практически всегда использую маски. Только когда мне не хватает времени. Либо я понимаю, что, например, я сейчас помою голову, но я буквально эти 2-3 дня побуду дома, и мне не хочется лишний раз их утяжелеть, я могу там использовать только кондиционером. Но маски, они так прочно засели в мою жизнь. И сегодня я хочу рассказать вам про две мои самые любимые маски. Они обе просто потрясающие. Честно говоря, они по составу похожи и по тому, как они работают, по направленности. То есть я не могу сказать, что одна... Ладно, одна из них чуть больше, мне кажется, питает. Но тем не менее, они обе крутые. То есть вот можно прям взять одну из них, потому что одна подороже, одна подешевле. В зависимости от того, что вы можете себе позволить. Давайте начнем, наверное, с чуть более дешевой маски, но она тоже не за 200-300 рублей. Но она доступная, она продается в России, во всех магазинах, в принципе, можете ее найти. Это у нас корейская маска, называется Silk Hair Repair. И она действительно прям очень дороская. Она у нас борется с поврежденными волосами и даже создает эффект маникюра, как сообщает нам производитель. То есть здесь имеется в виду, что волосы запаиваются как будто бы, да, и выглядят более непосредственно напитанными, более аккуратными, особенно если вы их укладываете. Состав здесь очень хороший. Я читала до видео, здесь очень много различных масел. Это масло асаи, семян хлопка, подсолнечника, авокадо, овес. Что тут еще у нас? Виноградные косточки. В общем, здесь состав безумно классный, наполненный полезными элементами. И действительно, после того, как я использую эту маску... И, кстати, я помню, что мой вот первый шок был вот в таком составе. Я все это попробовала первый раз, и я не понимала, я так пожалела, что я все это вместе попробовала, потому что я не поняла, что случилось. То ли эта маска первый раз так подействовала, то ли этот бальзам. В общем, я была в восторге. И волосы с этой маской, они не выглядят абсолютно тяжеленными, когда они подсушены, да, но они наполненные, они блестящие, они легкие. И очень часто, когда я прям очень стараюсь, все это старательно питаю, я бы не сказала вообще, что я как-то осветлялась. То есть настолько вот прекрасно в состоянии волосы после этой маски. Она... Не могу сказать, что прям какая-то восстанавливающаяся, потому что я уже сказала, что я не очень верю в восстановление структуры волос. Я верю в то, что можно их напитать, что кончики будут более живыми, что они не будут выглядеть... Не будут меньше сечься, нет, но, возможно, они будут более наполненными за счет этого, они не будут выглядеть как вот, да, вот у меня там видео в летних, того, как я еще отстригла их, я два раза уже стриглась тогда, там даже видно, да, что волосы, они такие достаточно, как сказать, их мало, потому что они опадают, они обламываются, и непосредственно вот так жиденько как-то все смотрится, самые стойкие остались, остальные уши, вот. И вообще первое, что, кстати, я могу сказать, самое главное, друзья, это не куча средств по восстановлению, а это чаще их стричь. Вот если вы тоже с такими же волосами, как и я, стригите их почаще. Я понимаю, что для многих это трагедия, но я, например, постоянно говорю, что я люблю корешки, потому что волосы обновляются, и особенно, когда я осветляюсь, и очень часто их обновляю. И когда у вас уже все срезано, самое плохое, вот такие волосы идеальная база для всех средств, о которых я сегодня рассказываю. В общем, эту маску я могу посоветовать, она классная, доступная, и действительно очень круто работает. Ее аналог чуть подороже, мне посоветовали ее в салоне, и, насколько я знаю, сейчас Вэлла, кажется, ушла из России, но, наверное, на маркетплейсах с этим параллельный импорт, привет! Можно ее приобрести, это известная профессиональная линейка Вэлла Фьюжн, и, соответственно, стоимость этой Вэллы дороже, чем стоимость привычной нам Вэллы. Здесь тоже силы к силу, то есть поэтому они, вот честно, и по составу очень похожи, и по тому, как они действуют, они взаимозаменяемые, я бы сказала так. Но, честно, наверное, вот чаще рука к этой тянется, я ее на больше, как на постоянной основе использую, а эта, на мой взгляд, она чуть больше питает, она чуть больше утяжеляет, и мне кажется, что она немного, немного вот не на каждый день, то есть я ее миксую. Забыла, кстати, показать вам, как они выглядят. Эта маска у нас вот такого приятного персикового цвета, пахнет химозненько, поэтому не могу сказать, что она какая-то, да, невероятно натуральная, вот по каким-то ощущениям, но такая прям приятная, жирненькая, прям то, что надо. И эта маска у нас, она, по-моему, стандартного белого цвета, вот эта уже пахнет более приятно. Я скажу так, она пахнет уже, тут какая-то есть явно парфюмированная одушка, она такая плотная, то есть если та тоже больше похожа на флюидик какой-то, то есть здесь такая типичная маска, особенно вот если вы профессиональные маски пробовали, то она вам и наполнит. По миллиграммам, кстати, сколько здесь, на 150 миллиграмм, а здесь как будто бы и побольше кажется, честно говоря. Дорогие друзья, секунда прямого включения. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на канал, то самое время вот здесь вот подписаться, оставить там комментарии, лайки, потому что я вас уже просила в начале видео, потому что это очень сильно помогает. Я стремлюсь к тысяче подписчиков, пожалуйста, помогите мне скорее достичь эту цифру, мне будет очень-очень приятно. Спасибо! Здесь 200 миллилитров, то есть надеюсь, что они эквивалентны друг другу. В общем, здесь чуть больше, здесь чуть меньше. Эта маска, как я уже говорила, она была приличная по стоимости, но тем не менее она прям крутая, мне она очень нравится. Как я уже сказала, я ее чередую с той маской, и мне кажется, она чуть больше напитывает волосы, и волосы прям в хорошем состоянии с этими средствами, поэтому эту маску я тоже могу полноценно советовать. И, к слову, ее я приобрела в комплекте вот с этим эликсиром. Давайте, наверное, перейдем сразу к нему. То есть я вот их использовала вместе, и я заметила, что особенно после вот окрашивания, когда волосы вроде бы еще такие наполненные, пигмент еще из них не вымылся, они прям круто работают. И, соответственно, из этой же линейки Well Profession, ну, это более апгрейднутая версия, потому что у них есть масло для волос, для кончиков, которое стоит порядка 1600 рублей, то есть вот примерно все в этом ценовом диапазоне. Это какой-то апгрейд, оно больше направлено на питание волос, и вообще называется якобы восстанавливающий эликсир. Что оно там восстанавливает, я, конечно, как всегда очень скептически отношусь. Вот, но здесь за счет именно состава, это масло органы, жожоба, миндаля, и вот все эти стандартные, да, штучки в составе, которые помогают нам обогащать волос, мне очень нравится, как смотрятся кончики. То есть я обычно такие маслечка наношу конкретно на кончике, и они не утяжеляют концы, не склеивают, потому что обычно, вот для меня раньше, это был какой-то стресс, я понимала, что я беру масло, и прям на концы, и, боже, как это все будет. К слову, я немножко подсушиваю волосы, я сперва, наверное, минут 10 с полотенцем, хотя много есть мнений, многие не согласны, что полотенце нужно использовать, ну, в общем, я немножко полотенце все подсушиваю, потом я уже перехожу к укладке, либо просто их в таком состоянии оставляю, потому что не всегда есть время заняться укладкой. И, соответственно, когда у вас чуть-чуть подсушены волосы, я уже на кончике наношу этот эликсир, и когда волосы высыхают, они просто, вот, как будто эффект ламинирования, я бы сказала так, потому что они сверкают, они, наверное, склеивают какие-то секущиеся концы, если они у вас есть. Тут написано, что якобы все это еще восстанавливают, но я думаю, да, наверное, концы действительно питаются за счет состава, потому что состав здесь отличный. И как-то более живенько все это смотрится, мне очень нравится. Но, конечно, что мне не очень нравится, здесь достаточно жидкая консистенция. Я привыкла, что все масла, они тягущиеся, они такие, одной капли хватает, чтобы распределить на все волосы. Здесь очень жидкая консистенция, и когда я ездила с ней путешествовать, у меня немножко она пролилась. Но что здесь здоровско, это аромат. Это самый лучший аромат на планете. Вот, правда, все средства, которые я уходовая для волос, бальзама, сыворотки, это пахнет просто невероятно. Я не могу сказать, чем. Это какое-то нежное, как будто какой-нибудь лосьон, маленькая фея, она такая нежненькая, сладенькая. Ой, я обожаю. И, конечно же, когда ты этим пользуешься, у тебя все руки пахнут вот так вот, и все кончики. Поэтому вот я только за это, это средство обожаю. И раз мы уже перешли за каким-то таким постуходом, давайте я покажу вам еще два средства. И здесь я сразу скажу, что я бы не назвала их каким-то мастхевом, потому что все, что было до этого, это вот то, что я прям обожаю, прям вообще в сердечко. Эти два средства я попробовала, мне понравились, они интересные, но не могу сказать, что какие-то прям незаменимые. Но давайте я тоже про них расскажу. Вот это такая простая, приятная термозащитка. Я думаю, все про нее тоже слышали, потому что она недавно появилась, все про нее рассказывали. Тут масло Амлы или Амлы, и я погуглила, это индийский крыжовник и, соответственно, растительный кератин. Это кератин, сыворотка, спрей, несмываемый уход и термозащита до 230 градусов. То есть это такая универсальная штучка. Но я честно скажу, что мне вообще очень сложно оценить качество термозащиты, потому что не было такого, чтобы, знаете, я вот пользуюсь какой-то термозащитой, и она прям не защищала. Или наоборот, настолько она защищала. То есть действительно, если вы знаете градацию, как оценить термозащиту, то напишите, пожалуйста. То, что я всегда использую и понимаю, что вроде неплохо, но вроде и нехорошо. Ну, то есть как бы, я не могу сказать, что-то невероятно классное. Единственное, что если вам хочется чего-то очень приятного, тоже по запаху, потому что она пахнет просто тропиками, каким-то манго, ананасом, как будто вы переноситесь в какой-то отпуск. И, конечно, когда вы распыляете на волосы, прям очень все это приятно. Ну да, могу сказать, что когда укладываешься, действительно, наверное, работает. То есть с ней как-то легче идет укладка, она действительно заботится о ваших волосах. И здесь написано, что можно, да, это использовать на всю длину, потому что это и уход, и термозащита. Вот. И что? Богащена суперингредиентами. Вот это масло, этого крыжовника, заморского и кератин. За счет этого идет якобы питание. Вот. Поэтому здесь сложно сказать. Я всегда стараюсь использовать термозащиту, хотя с Дайсоном можно ее и не использовать, но меня привлекло, что это термозащита и питание. Но, честно, если вы хотите что-то тропического, вот возьмите, она не плохая, она такая стандартная и хорошая, я бы так сказала. Очень приятная, особенно по запаху, и она достаточно экономично расходуется. В общем, приятная такая игрушка, я бы так сказала. И следующее средство, оно у нас от Freshline, для очень сильно поврежденных волос, это восстанавливающий, увлажняющий серум. Он у нас с розой, сандаловым деревом и органическим оливковым маслом. Давайте сначала поговорим, что такое вообще Freshline. Это, по-моему, греческая косметика, да, греческая косметика, которая у нас представлена вроде бы как эксклюзивно, в Ревгоше, если ничего не поменялось в последних лет, когда я это все уточняла. Соответственно, это супер натуральные составы, это маски для лица, кремы, масло за уходом, за волосами и все прочее. То есть здесь и воздействие похожее. То есть, когда мы говорим о каких-то сульфатах и вот все, вот чего многие боятся, оно в средствах, конечно, дает вау-эффект. Когда все обволакивает волос, и вы видите, что типа, блин, они такие сияющие, они такие лоснящиеся, когда вы укладываете прям вообще просто конфетка. Здесь натуральные составы, и это скорее сказывается на качестве конкретно, волос, чем на вау-эффекте. Поэтому здесь, я говорю, сложно сказать, у меня очень много просто средств, направленных на то, чтобы волосы крепче, лучше, и сейчас я безумно довольна качеством своих волос, ну, в соотношении того, что я с ними делаю, потому что если они были натуральные, это понятно, что было бы по-другому все, но я не могу поэтому сказать, какое конкретно вот средство прям что-то изменило. Я думаю, что все это действует совокупно, поэтому все этапы ухода за волосами, они невероятно важны и нужны. Поэтому я не могу сказать, что от этого серума какая-то визуальная вау, да, составляющая в нем присутствует, но я вам объяснила, почему, потому что натуральные составы, они действуют по-другому, они действуют на структуру волос, они действуют на то, как вы, как себя волос чувствует, поэтому здесь не нужно ждать каких-то лоснящихся локонов, но тем не менее, вот это была приятная вещичка, закончила достаточно быстро, хотя 50 миллилитров объем, на нее была скидка 50%, там фрешлайн, какие-то вообще безумные акции устроила. Я вот тогда купила, не пожалела, мне понравилась приятная, у нее натуральный запах, ну да, вот прям такие масла, она выглядит как флюидик, то есть как сыворотка такая белого цвета, и вот она у меня закончилась. Я обычно наносила ее на длину, ни в коем случае, пожалуйста, не наносить ее на корни, потому что последний раз, когда я ее домазала, я, ну, слишком много осталось, надо было на два раза растянуть, но я просто на все это нанесла, и по мне, немножко так слиплись волосики, но что мне понравилось, я потом расчесалась, и все было, нора, последний были немножко жестковато, вот, ну, жестковато, за счет того, что средства было на них многовато, вот, поэтому мы наносим на кончики, мы наносим это на всю длину, и действительно, неплохая такая вещица, но закончилась быстро, наверное, два, два-три месяца, да, но, знаете, я не каждый день мою голову, я мою ее раз в два, в три дня, то есть у меня голова очень редко грязнится, наверное, это мой, моя суперсила на планете Земля, вот, поэтому, конечно, если каждый день мыть голову, каждый вечер, то ее вообще, наверное, очень быстро, она закончится, и следующее средство, я сразу скажу, что я не возлагала каких-то особых надежд, я не думала, что я просто буду в диком восторге, потому что, во-первых, мне его подарили, оно шло с заказом, кстати, я купила тональник от Шаней, этот флюидик классный, поэтому, если интересно, могу сделать, да, тестик и посмотрим, и как раз мне к этому тональнику дали бесплатно вот такую вещицу, это у нас фирма Potion 9, Potion 9, я думаю, это название этого средства, это такое написанное и ухаживающее, и стайлинговое, и восстанавливающее, то есть, это такая штучка, которая якобы и восстанавливает, и укрепляет ваш волос, и сказывается на его качестве, но при этом и стайлинг, и я подумала, что у меня очень много стайлинга, я иногда пропускаю это, потому что не всегда есть время уложиться, и мне бы еще свой стайлинг, да, как говорится, дорасходовать, и, кстати, я рассказываю про свои любимые стайлинговые средства, которые я использую с Dyson, если видео вы не видели, посмотрите, потому что там прямо все сливочки, я сказала, что Tijia я уважаю, и сегодня, друзья, здесь нет Tijia, потому что мы с вами уже посмотрели на эти средства в других обзорах, поэтому смотрите там, а сейчас приступим к тому, что я использую сегодня, что для меня новенькое, вот, соответственно, это средство, я думала, что меня не впечатляет, но когда я попробовала, вообще, очень понравилось, начнем с того, что здесь немножко такая, скажем так, головоломочка, потому что с одной стороны это стайлинг, а с другой стороны это питание, и многим кажется, что его можно наносить прям очень много, я читала прям, сначала сама протестировала, сложила какое-то мнение свое, потом начала читать обзоры, чтобы понять, насколько я близка к тому, что мне показалось, и мне показалось все правильно. В общем, дело в том, что так как это и питание, и стайлинг, то больше относитесь к этому никак, то есть, они тут, по-моему, такая игра слов, что это якобы питание со стайлинговым эффектом, но, друзья, лучше наоборот, это стайлинг с питательным эффектом, потому что, если вы начнете к нему относиться как к питанию, наносите, просто везде его нанесете, то будет такой же эффект, как у меня было, к слову, вот с этим средством, когда я очень много его нанесла, то есть, утяжеляет он волос, и более такие они становятся, я бы сказала, прям перебор стайлинга, как будто бы, да, вот представьте, что вы стайлинговое средство, переборщили, и вот будет так же, поэтому здесь, скорее, просто используйте как стайлинг, но с приятным таким послевкусием ухода, потому что здесь очень много питательных средств, я когда смотрела, это тоже жажабай, различные масла, и вообще все, что только можно, фруктовые масла, масло семян, состав просто замечательный, и не любой стайлинг может этим, собственно, похвастаться, он такого рыжеватого оттенка, вот здесь, кстати, есть одна особенность моего экземпляра, но он, честно, перемещался, я его забрала в Вене, и перевезла с собой, вот, и, соответственно, возможно, что-то повредилось, когда он был в багаже, он в меня выливается, поэтому я его храню вот так, иначе вот так у меня все в этом стайлинге, но он просто очень крутой, буквально два нажима хватает на то, чтобы им воспользоваться, он пахнет как стайлинговое средство, никакой спецотдушки, и что мне нравится, что я наношу его на длину, кончики не особо трогаю, но главное не попадать на корни, потому что мне кажется, что он все-таки так загрязнит немножечко корни, и потом расчесываю и укладываю, и знаете, у меня нет плойки, то есть, такая стандартная, да, плойка, которая прям выпрямитель, в народе как называют, но я выпрямляю с Дайсоном, и волосы, вот правда, вот как это, как после салона, вот так и есть, смотрятся очень красиво, они становятся более плотными, и мне это больше нравится, потому что они больше держат прическу, при этом тебе не нужно пользоваться лаком или чем-то еще, то есть, действительно, это вот то стайлинговое средство, которое меня очень удивило, и я им пользуюсь, потому что, когда вот я выпрямляю волосы, когда я их укладываю, действительно вижу разницу, волосы смотрятся здоровско, и их как будто становятся больше, то есть, более объемные, более какие-то пышные, при этом ровные, как вы хотите, то есть волосы как будто парик на вас, я свои волосы не узнаю, особенно я говорю, что они пушистые, они у меня непослушные, и вот когда они меняют свою структуру, как будто бы, для меня это всегда просто вау, потому что я такого не ожидаю, у них много профессиональных средств, я видела, что там были обзоры вообще давнишние, на них в 2010-х, там году 2013-х, то есть, это такие уже любимчики многих, и я советую к ним присмотреться, я честно хочу посмотреть что-нибудь еще, потому что вот это средство мне понравилось, и вот такое совмещение ухода и стайлинга, мне очень близко, надо посмотреть, что это ухода, мне кажется, может быть очень интересно, дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу, значит нам пора прощаться, напишите, пожалуйста, как вам обзор, понравились ли средства, о которых я рассказывала, возможно, у вас есть что-то из моего ящичка сокровища, или, возможно, вы что-то хотите мне посоветовать, чтобы я протестировала, посмотрела и рассказала, поделилась своим мнением, честно говоря, то, чем я сегодня пользуюсь, меня просто просветно устраивает, но я никогда не стою на месте, поэтому ждите уже следующих видео, когда я все это закончу, сниму пустые баночки для вас, то пойду дальше бороздить этот океан каких-то уходовых средств, потому что волосы это то, над чем я прям заморачиваюсь, потому что мне нравится, как я выгляжу с осветленными волосами, а это всегда определенные жертвы, жертвы сказываются в том, что за волосами нужно следить и делать их как можно более качественными, если вы хотите их опять осветлять, а я всегда хочу осветлять, вот, ну что, друзья, спасибо еще раз, что посмотрели это видео до конца, надеюсь, что подписались на канал, написали комментарии, поставили колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, ведь оно будет совсем скоро, пока!